мой тайник спрятан за углом кстати секундочку да у тебя есть карма нераспределенную который тебе выдал двор уличная женщина падшая так давайте зайдем в меню у нас четыре пуинты кармы доступная кармиды нажимаем доступную кармид и мотаем к интеллекту секундочку а если вот нажать на in нас кинет в интеллект аду так можно будет перемещаться слушай а вот что есть вообще еще в интеллекте боевые дроны есть улучшены характеристики но я думаю что нам не стоит сейчас резко как бы в дронам уходить наверно декинг надо качнуть нет как ты шлишь я бы качнула позволит спорта вторую клавиатуру 2 уровня больше он по факту это на самом деле вторая клавиатура а в смысле что не 2 не 2 на самом деле хотя нет так нормально хотя интеллект качнуть дело в том что как бы 2 клавиатура появится не скоро поэтому может быть в дронов маленький чуть-чуть вот это интересно что даст вода вот это чуть-чуть а это просто про проходняк тогда давай вот следующий скилл вот который ниже вот этот вот дроны более бронированным хорошо что все ну кстати тут что же нужно сказать что прокачка происходит за счет этих поинтов кармы а поинты кармы мы фактически получаем за продвижение по сюжету то есть за сюжетные квесты за выполнение квестов то есть за боевку ну как бы в общем эта игра про диалоги мы получаем карму собственно тоже в процессе диалога а это джейк у него есть магия даже он вообще хороший на самом деле ну что пойдем за угол в тайне хочешь приятно провести время эльфы меня зовут прости детка ты не в моем вкусе прости детка мы не из этих да так прости детка прости детка под кучей мусора обнаруживается в деланный в стену сейф с магнитным замком на передней панели открыть сейф магнитной карточкой джейка дверца открывается с негромким шипением внутри обнаруживается набор снаряжения которые как нельзя лучше тебе подходит ты забираешь вещи кстати надо сказать еще вот я сейчас хулиганы живопись до вспомнил что там же еще как бы не последнюю роль в итоге во всем этом сыграли индейцы ах ты дырян американский а сша может быть вот ну да ну да в обидчика стрелы в обидчика нам 38 процентов туда этого конечно чё пошутила что ну ты ж не стрелок ты ж ты ж хакер а вот он крутой я ж говорил джейк классный оу это зря так вот стали рядом ну ничего мы затащим еще что так что у нас есть да ладно что так просто фигачи добивай просто и все ну ладно итак добро пожаловать в пустоши похоже теперь мне придется искать другое местечко для моих шмоток что не советуешь мне покупать тут квартиру советую ее снимать и учти только почасовая оплата ты знаешь где ночью теперь когда у тебя есть снаряжение пойдем разберемся с этими хэллоуинерами цель разберитесь с хэллоуинерами это мужчина желающий побеседовать человек перед тобой прилично одет по крайней мере по здешним меркам но он сильно нервничает прошу прощения мэм мы не знакомы но у вас вид уличного бойца а нам отчаянно нужна помощь в чем проблема какие-то головорезы повадились вымогать у нас деньги мы разбили небольшой рынок на соседней улице и поначалу дела шли довольно неплохо но теперь мы не можем платить им столько сколько они требуют никто не решает дать ему отпора одинокая звезда похоже не собирается вмешиваться нигде ваш рынок полиция он прямо на соседней улице мэм прошу вас без него мы обнищаем в конец еще тут женщина есть женщина да сара женщина сара женщина сара эта женщина носит грязную одежду на бездом но она не похожа слушай это конечно не мое дело но я бы туда не совалась почему что там происходит хэллоуинера опять что-то затеяли она машет рукой в южном направлении приехали утром на своих раскрашенных мотоциклах припарковали их прямо посреди рынка весь день маршировали по улице вытрясали из прохожих деньги и вещи вот же неудивительно ну что похоже они нам нам нужны какие милые люди а с тобой то все будет в порядке она смеется я не такая дура чтобы подставляться под перекрестный огонь этот район я знаю как свои пять пальцев так что со мной все будет в порядке не беспокойся обо мне думаю о собственной шкуре мне надо знать об этой банде что-то еще но командует ими здоровенный такой тролль который называет себя джон пол тут еще негодяй остальные хэллоуинеры по сравнению с ним сущие дети детишки а это он джеки снимает пистолет с предохранителя их ждет неприятный сюрприз когда начнется стрельба падай на землю и не поднимай головы а еще лучше беги отсюда прямо сейчас она осматривает тебя оценивающим взглядом и неохотно кивает со мной все будет в порядке я знаю где можно укрыться они крутые ребята потом не говори что я тебя не предупреждала так так у нас сейчас два задания рынок и хэллоуинеры поскольку хэллоуинеры это квестовая ну прям по по сюжетной линейке поэтому пойдем на рынок кстати некоторые некоторые да ругают шедо урана за прямо рельсовость за то что сюжет тут прямой как палка слава богу я считаю что это плюс торговля как сорняк она прорастает в щелях мира везде и только может на перекрестке этих улиц ваш возник крошечный рынок азис умеренного благополучия да в общем так чего это такое ладно хватит плати давай но у нас ничего не осталось не мои проблемы или я получу деньги к утру или вам всем крышка говорит предводитель местного головорезного дворянства красавчик еще раз нависает на торговой всем своим на торговкой на торговку прошу прощения торговкой всем своим весом дыша перегаром ей в лицо не молода уже женщина пока держится но головорез теряет терпение и похоже вот-вот сорвется ты еще кто черт бы тебя побрал видела бы тебе сейчас твоя мамаша она бы тобой гордилась знаю эту шутку юмора ты не коп почему бы тебе не свалить отсюда потому что я ненавижу таких подонков как ты я знаю что нарываешься дэш тут подруга ой 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 прямо в жопку так прячься и дань хочется карту начать двигать да я думаю куда ее спрятать спрятать куда-нибудь сюда или сюда даже потому что вот он опасный парень она молнии кидается ее сейчас джейк на себя возьмет вот да вот я бы сюда и пальни в нее или в него у кого процентов побольше двадцать девять вот у него побольше 36 промахнулась посмотри какие джейк умеет и чё у него кроме 100 цельный и одиночный а тут кулак видимо до кулак пистолет здесь есть огнемет ну как это огненный заряд до струя пламени сколько урон 12 так лечение и меткость целей повышает на два раунда вообще говоря у него 90 процентов попадания в нее это норм а кстати вот он как уличный самурай видит вот эти места силы и может им пользоваться и в магов возможно тоже я думаю мы и так прикончим да да давай опа а теперь в него давай пальнем промахнулся жаль ах ты ж а у него кончились point мы вот отбежим вот сюда в укрытие а там третьего врага нет случайно нет их только двое тоже торговцы трону на дрона срочно идет брать и 2 опа отлично поговори с жертвой помогать поговорим с жертвой вы можете миссис джеймс не могу вас не поблагодарить я не люблю когда перед моим домом проливается кровь но некоторые люди оказывают отказываются понимать слова нет мы просто хотим чтоб нас оставили в покое торговка протягивает тебе несколько нью-йена пожалуйста в знак нашей благодарности конечно возьмем деньги конечно мы возьмем мы же бедный ратор жилья корму дали корму а прикинь бы тебе дали корму вместо денег ну да подумаешь все это на квест выполнен да крест а с этим мужиком можно поговорить еще вон там пробегала мимо он сказал спасибо нет ненько что-то ремонт дороги крутое такое дерево игра кстати доступна на мобильных устройствах если чё а вот плохие парни неры и засранцы еще один шаг и мы кладем вас на месте теперь тут командует хэллоуинеры это должен был ты читать конечно но неважно это один из тех двух передурков передурков которые на меня напали если бы я не промахнулся проблем у нас сейчас не было ну-ка постой ты что таскаешься джеком хреновая идея за его голову назначена награда и хэллоуинеры ее получат если придется прикончить еще и тебя тем лучше а вот и хэллоуинеры ой слабую ду да я думаю что те конечно стоит скрыться нафиг и знаешь что это меткостью наколдуйка я думаю может быть меткостей наколдовать да ну точно как бы она же дебафает скорее не не смысле нее усилить а врага ослабить наложить на врага дебаф каким образом она может накладывать дебаф не может фактически это дебаф по ней попасть окей пока мы будем попадать вот по нему который за бочками тем более у него до процент самый высокий промах ах ты ж трень такая 87 83 в этом может попасть крит 19 процентов хэллоуинер мак на крит надежды есть слабый удар урон дебаф не у отлично отмеченная цель и прям по нему можно жахнуть чуть попали хорошо есть и во вторую и вообще тащит ну джек он клёвый джейк джейк короче он клёвый норму вообще о босс джан поле или как он там да а у него джон пол а нет она прям правда джон пол но я ж говорю жан поль даже есть я надеюсь он не успеет ах это не норм девяносто девять процентов на дофига ой больно будет у меня тут трансляцию не вижу тем вивере не вижу причем это все вижу тем вивере наш испугался боже мой промазала чтобы точно так я думаю нам нужно маленько отбежать зачем фигачу так фигачи конечно вот я себе и мужик мужик полегче аж просто пошутил я отзову остальных хэллоуинеров джейк в расчете ладу что ты думаешь джейк охмыляется ну как же эти парни уже давно открывают по мне огонь без предупреждения прикончим джона одним хэллоуинером станет меньше я устал ждать выстрела в спину каждый раз когда выбираюсь за куревом черт да он бы пристрелил тебя не задумываясь если бы решил что у тебя есть чем поживиться прав таком чем с этим вода и 2 вас слабо теперь надо стрелять и получена корма 1 не все жду что из них лут повалится да 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 есть вот такая проблема и чо и куда стрелочку от переместилась уже вот она куда-то другое место показали с хэллоуинером ну наверное кстати может быть может назову переходом даже а он можно поговорить с людьми подожди но секундочку стрелочка показку это вот вот сюда это все эти-то люди понятны стрелочка вот она куда идут видеть компас джейк армитедж когда вы подходите к месту убийства сэма джейк замечает мигающие красные и синие огни полицейского автомобиля в поле а ну-ка постой одинокая звезда вряд ли откажется выдать меня корпорациям получить награду за мою голову охотиться сразу несколько он вздыхает прости но я чувствую здесь нам придется расстаться еще раз спасибо за помощь с хэллоуинерами вот твои деньги там куда я собираюсь не иены не принимают а тебе они пригодятся что даже не обнимешь меня на прощание обнимашечки он уже собирается уходи когда вдруг останавливается наклоняет голову да вот еще что когда закончишь рассматриваться заходи в союз белошвея к этот бар на соседней улице если вы понадобятся снаряжение информация или выпивка у них все есть лучшее заведение по эту сторону от чикаго несколько лет назад я оттуда не вылазил если ты сможешь завести там друзей потрошитель точно от тебя не уйдет ну до встречи джейк поворачивается к тебе спиной и исчезает в темноте редмондских пустоши как как закат бросил меня одну незнакомом городе как не стыдно ой 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 вот здесь вот 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 рано 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 сюда рано сюда поговорить с местным я помню да ты помнишь молодец ну просто чтобы два раза не бегать тут сейчас мы продемонстрируем один из моментов которые вот в игре к ждем пончик д пончечная яма запах жареной еды сахарной пудры и убежавшего свой кофе почти перебивает канонализационную вонь редмондских пустошей тролль который стоит возле тележки одет засаленный фартук некоторые пятна на нем выглядят старше чем его владелец купишь чент пончик с повидлой пончик с повидлом и один свой кофе пожалуйста держи ты видел убийство на аллее напротив нет меня тут не было когда это случилось но вообще убийство здесь не редкость это же пустоши единственная причина по которой легавые забегали забега точно реально потрошить взялся за настоящих смысле тех у кого был настоящий грех напоминаем гражданство гражданская регистрация расскажи мне о пустошах пустоши а если ты о них спрашиваешь тебе точно здесь не место эта улица и есть туристический городок самое приличное во всех пустошах место ограбление здесь случаются не так часто и воду из-под крана иногда даже можно пить не советую тебе этого делать прямо за мной союз белошвея хочешь выпивки марок компании или чего бы там ни было еще иди туда это место единственная причина по которой я еще не прогорел развлечения разжигают людей аппетит владеет этим заведением миссис кубота очень почтенная женщина суровая но честно ладно до скорого там еще мутный тип женщин здесь мужчин бобби о привет а у меня для тебя кое-что есть каждый раннер должен время от времени обновлять свой гардероб иначе его поднимут на смех буду рад тебе в этом помочь ну покажи что у тебя есть ну знаешь похож на одного актера советского да продает только расходники да наркоту продает да ну их она и фикс никогда ими не пользовалась ну пойдем на место к осмотрения да точнее трупа как нравятся эти всякие тотем она индийская все темно да 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 вильям посторонним ярко-желтая лента рассекает вечернюю темноту и привлекает внимание к силуэту на чертом нам умелом на окровавленной мостовой именно здесь умер сэм уоттс возле входа в переулок перетаптывается с ноги на ногу полицейской одинокой звезды он выглядит голодным замерзшим и недовольным скорее всего потому что один из бездомных обитателей трущоб не перестает ему досаждать велим сынок мне нужно забрать оттуда вещи или ночью замерзну ко всем чертям полицейский вздыхает а я говорю это место преступления пока одинокая звезда не закончит расследование никому не могу впустить никому не могу впустить никому и у меня есть права а грех у тебя есть я так и думал нет у тебя никаких прав так что найди себе новое одеяло пока мне не пришло в голову отогнать тебя дубинкой я так и знал мусор она есть мусор ненавижу наркоманы офицер куприк он смотрит на тебя чай еще долгая ночка выдалась да мне показалось что ты замерз держи пончик и стакан суй кофе о спасибо охранник делает глоток и расплывается в довольной улыбке для сотрудника одинокой звезды он поразительно доверчив знаешь а ведь мой отец был полицейским еще в те дни когда полицейские работали на правительстве он рассказывал что люди часто приносили ему кофе а вот мне его никуда никогда не приносил сегодня первый раз так чего тебе сетки здесь надо покойный нанял меня как раз на такой случай я пытаюсь найти его убийцу разрешим не осмотреть этот переулок то есть твоего клиента все же пришили знаешь ты хреново делаешь свою работу женщина я не могу тебя понять могу но я могу тебя понять ладно только ничего не трогай хотя почему нет все равно криминалисты сюда уже вернуться не вернуться здесь уже побывали короче криминалист среди осколков разбитых фонарей ты находишь кусок более тонкого стекла черт подбери она пропадает сразу же только стекло похоже именно эти одеяла пытался забрать бездомный старик помимо них здесь лежит еще одно серое пальто смотреть переулок в поисках улик когда ты поднимаешь грязные тряпки из кармана пальто выпадает чек это счет из бара союз белошвейк выданный клиенту два дня назад в 3 0 2 незадолго до подтвержденного судебным медиком времени смерти на чеке написано имя сам от вместо имени и фамилия официантки написано всего одно слово кайот забрать одеяло и пальто осветительная панель совсем новая кто-то разбил все фонари на этой улице присмотревшись ты понимаешь что все они были уничтожены одновременно как если бы какая-то сила разбила их как-то надо в опциях выставить задержку этих штук подольше можно я думаю на на полу отчетливо видны следы двух пар ног первый след принадлежит человеку и заканчивается рядом с местом на котором было найдено тело второй след гораздо большего размера и скорее принадлежит орку или троллю да наверное вильям посторонним уличная жизнь изрядно потрепал этого человека но она же закалила его и сделала сильнее перед тобой стоит ветеран переживший немало уличных драк хотя его лучшие годы остались далеко позади сейчас его главные враги артрит и уже не молодой возраст ты я тебя видел этот ублюдок полицейский пытался тебя отшить что тебе надо что мне надо по моему это твои или ты что-нибудь знаешь об этом убийстве а потом мы дадим вещи он косится на тебя с подозрением ты из полиции или из корпорации какой-нибудь я и ты без греха за душой ответь на пару вопросов эй может у меня есть грех откуда ты знаешь шучу конечно мне его нет гражданская регистрационная характеристика чтоб всех этих бюрократов разорвала так чё тебе надо ты видел убийство нет я не могу сказать что я об этом жалею я грузил ящики для мисс джеймс на рынке я уже не молодой поэтому времени это у меня заняло изрядно вернулся смотрю стоит пара туристов и блюет думаю в чем дело и тут замечаю что рядом с моим переулком стоит подонок и никого не пускает надо полагать ты живешь в этом переулке ну да последнюю пару месяцев этом сплю но большую часть времени я помогаю торговцам на рынке или прошу туристов деньги рядом с союзом что еще ты видел той ночи ну тем вечером я видел огромного тролля в зеленых лохмотьев который бродил по улице покупал пончики и кофе у дэна он нервничал и орудовал только левой рукой потому что вместо правой у него был киберпротест можешь описать импланты этого тролля ну рука у него была большая думаю это хирургическая модель и я видел иглы и встроенный инъектор такой меня вскрыли вскрыли эльфы в 44 когда я попал к ним в плен ничего себе ставили на мне эксперименты как на крысе никогда не доверял киборгам по моему это твои вещи мои вещички очень любезно с твоей стороны в этих краях незнакомцы не часто помогают друг другу это все спасибо пока ну все больше нам здесь делать нечего в баре вич и там наверное закончу да игра кстати надо заметить разделена на сюжетные главы вот и как только мы про сюжету надвигаемся мы продвигаемся так вот это у нас происходит там смена базы например ну вот так вот есть такое четкое разделение достаточно ты собираешься оставить пустоши и посетить союз белошвик да не собираюсь горю желанием по сравнению с остальными пустошами туристических городок представляет собой залитый неоновым светом оазис в самом его центре возвышается союз белошвик бар занимает старое кирпичное здание когда-то построенное на границе города компромисс между сомнительным доходом и возможностью обогатиться бездомные прижимаются друг другу в поисках тепла члены банд зыркают друг на друга из дверных проемов иногда по улице проходят пьяные офисные работники отправившиеся в трущобы на поиски приключений союз много раз подвергался капитальному и косметическому ремонту чтобы не сказать чтобы не сказать реставрации он неуловимым образом напоминает стареющую звезду экрана которая прячет морщины под все более толстым слоем косметики в надежде удержать стремительно ускользающую юность вьющаяся по стенам вьющийся по стенам плюш от чего-то усиливает это впечатление войдя ты окунаешься в сигаретный дым и негромкий говор вот так как поэтично получено кармы 2 поэтому прям вот тут можно и закончить но здесь будет очень много диалогов диалогов и карму потом все равно по новой распределять думаю что да мы закончим на этом моменте и продолжим на следующем стриме я надеюсь что вам не менее интересно все это чем нам как-то можете заявить об этом там написать что нибудь или лайкнуть например ну найдите способ я не знаю там что умные же люди ладно завершаем на этом трансляции данную серию всем пока ребят всем пока а